Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Ну как там? Пока не знаю Я тебя очень прошу, пожалуйста Не лезь завтра в бутылку, когда будешь разговаривать, хорошо? С чего ты взяла, что я собираюсь лезть в бутылку? Ковалев, я тебя что, не знаю? Ходишь весь напряженный, натянутый, как будто драться собираешься. Драться я не собираюсь. Но и крайним себя сделать не дам. Вот. Вот об этом я и говорю. Я что, не знаю, они тебе завтра одно слово скажут и десять в ответ им! А ты хотела бы, чтобы я молчал? Папа, в самом деле, ты так нервничаешь, будто виноват, что Павел сорвался. Что это за мода такая вмешиваться в разговор взрослых? Володя, я уже не ребенок. А ужин! Спасибо, я сыт. Все это, Владимир Михайлович, называется одним простым русским словом. Разгильдяйство. А ваши оправдания настолько жалкие, что на них даже останавливаться не хочется. Ну, теперь я не удивлен, почему в бригаде царит пьянство и полное пренебрежение трудовой дисциплины. Никакого пьянства у нас нет. В тот день мы всей бригадой выехали на природу, отмечали мой юбилей. Слушай, Матиль, сходи, принеси картошки на угля, уважаемые. А-а-а! Картошки! Кушать за подошла? Помоги. Давай. Смотри, Михалыч. Матиль, подай кружку. Слушай, ну, можно я скажу первое? Молодец. Владимир Михайлович, дорогой мой человек, сегодня много будут говорить о том, какой ты замечательный начальник, хороший специалист и товарищ. но я хочу сказать о другом. Ты человек, который научил нас мечтать, научил верить в себя. Ты подарил нам не только профессию, ты подарил нам небо. За тебя, дорогой! Ура! 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 Так все-таки выпивали. Основательно копает. Что там копает-то? На нас все повесят, и все. Слушай, Геонг, иди сюда. Разговоры есть. Смотри, что я нашел. Что это? Это кусок Пашкиной майки. Я ее из карабина достал. Теперь понимаешь, почему он плотно не защелкнулся? Понимаешь? Слушай, Андрюха, ты дай мне этот кусок и забудь про него. Понял? Значит, вы говорите, Радюк, что в момент ликвидации аварии приказ выполнить опасную работу Ковалев отдал Петроченко. Поскольку вы плохо себя почувствовали. Правильно? Михалыч, для меня не просто бригадир. Я, в общем, когда откинулся, меня никуда не брали. Ну, случайно, с Михалычем познакомился. Я ему говорю, возьмите меня к себе. А он мне, а ты высоты боишься? Мне, да? А я ему говорю, я только милиции начальству боюсь. СМЕХ Ну, в общем, спасибо тебе, что ты из меня человека сделал. Радюк, давайте по существу вопроса. Но вы же знаете, что нас в тот день срочно вызвали на аварию. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я сейчас! Радюк! А ты чего? А чего? Ну, какого рожна? Выпил, отдыхай. Давай, давай! Лезь в машину, спи! Да нормально. Я говорю, спи! Бегом в машину! Дядя Володя, ну! Пашка, не смей! Ну, а дальше вы знаете. Так приказ отдавал Ковалев? Да, Ковалев. У меня больше вопросов нет. Ваш товарищ Геннадий Радюк утверждает, что приказ работать на высоте Павлу Петрощенко отдал Ковалев. Он так сказал? Представьте. Ты что делаешь, сволочек? Зачем Ковалев? Тихо, 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 сюда, сюда иди. Парни, 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 спокойно, сами. Послушай, ничего с твоим Ковалевым не будет. А если узнают, что Пашка сам на опору полез, ему пенсию не дадут по инвалидности. Это еще почему? Да потому! Сам полез, сам виноват. Что, не знаешь? Если ты такой, конечно, принципиальный, то иди скажи, что я соврал. Только Пашке с Вадиком будешь сам объяснять, чем они будут ипотеку платить. Понял? Выводы какие из всей этой истории? Ну, а какие выводы? Виновный должен быть наказан. И кто виновный? Ну, я так понимаю, Ковалев? Я в этом не уверен. Ну, а кто виноват, по-вашему, Виталий Степанович? Никто не виноват. Несчастный случай. Но обстоятельства так сложились. Нет. Нет. Так не может быть. Если монтажник упал с высоты, то виноват монтажник. Или начальник монтажника. Или начальник начальника. И виновный должен понести наказание. А если никто наказан не будет, то монтажники начнут падать каждый день. Но я не хочу делать из Ковалева стрелочника. Ну, не хотите и не надо. Если Ковалев вам так дорог, есть другой вариант. Давайте вы будете. ответственным за это. И понесете наказание. М? Виталий Степанович, аргументы мы подберем, это несложно. Вам решать. А у меня приказ. Найти и наказать виновного. И я выполню приказ. Вы только послушайте, что вы написали в своей объяснителе. Бригаду торопило, руководство колонны. Ну, зачем же, Владимир Михайлович, свою вину перекладывать на кого-то другого? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Виталий. Привет, дружище. Извини, что беспокою тебя в такой день. Я знаю, знаю, что мужики собрались праздновать твой юбилей. Но у меня плохой подарок для тебя, Володь. Большая авария в Круглянском районе. Кроме твоей бригады никто не справится. Срочно выезжай. Прошу тебя, Володь, выезжай. Да, понял. Так, ребят, праздник закончился. Но учитывая погодные условия, вы вообще не должны были посылать Петраченко на высоту. Так я его не посылал. Ну, мы поговорили с вашими людьми. И они считают, что во всем виноват я? Да, именно так они и считают. Знаете, я не собираюсь здесь перед вами оправдываться. Если вы считаете, что моя вина доказана, я готов уволиться прямо сейчас. Ну, как ты такое мог допустить? Ты же сам, Виталий, говорил, срочно. Линию надо восстановить. Я тебе не приказывал в такую погоду монтажников на опору посылать. Скажи еще спасибо, что Петраченко жив остался. Мы что, бригада Камикадзе? Ладно, малыш, иди. С этим теперь комиссия из главка будет разбираться. А я лично снимаю твою бригаду с линии. Давай. Да пошел ты! Что-то случилось? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ириш, Пашка Петраченко разбился. Реанимация лежит. Какая жалость. Боже мой. Хорошо, что мужев остался. Повезло. Визент удар смягчал. Ты куда собираешься? А у меня сейчас, верни Сашу, а потом пресс-конференция. Представляешь, целая команда искусствоведов из Москвы приехала. Ирина, послушай меня. Давай ты сейчас со мной поедешь к Пашке в больницу, а потом к своим деятелям, хорошо? Егор, ты как маленький, честное слово. Я же тебе говорю, очень важная пресс-конференция. Я там обязана быть, просто обязана. За мной даже Света уже приехала. Кстати, слушай, если ты быстрый, мы можем тебя подвезти. Хорошо? Да, конечно, поехали. Егор, если все быстро закончится, я сразу же прилечу. Обещаю, мне он Света отвезет. Правда, Свет? Будем надеяться. Вот зачем ты сейчас это сказал? Что сказал? Ну, тоном таким, будто заранее знаешь, что я не приеду. Ира, я нормально сказал. Ну, хорошо. Хочешь, я вообще никуда не поеду. Хочешь? Спасибо, что подвезли. Ирка, ну вот зачем ты это делаешь, а? Он ведь хороший парень. И любит тебя по-настоящему. А ты врешь ему. И меня еще в свое вранье втягиваешь. Забыла, какой он институт из-за тебя бросил. Между прочим, чтобы ты учиться могла. И эту свою диссертацию защищать. Ну, а чем ты ему платишь? Да, он хороший, добрый, надежный. Ну и что? Мне что, теперь всю жизнь с ним прожить из благодарности? Ну, конечно, Ирка. Ну, а как же иначе? Света, я когда Володю увижу, у меня ноги подкашиваются. А с Егором у меня такого никогда не было. Да играешься ты, Ирка. Вот чует мое сердце, останешься одна. Здравствуйте. Ну, как ты? Нормально. Врачи никаких гарантий не дают, но жить буду. Это тебе. Спасибо. Ну, и прекрасно. Значит, выздоровеешь и в бригаду вернешься. Ты что-то не договариваешь? Чего вы все из меня идиоты делаете? Брат молчит, как партизан. Я же понимаю, что это просто так не закончится. Паш, пока еще ничего не понятно. Они вызывают, спрашивают, выясняют. Я все равно узнаю. Комиссия выясняет, кто тебя на высоту отправил. Никто. Вы же все видели, я сам полез. Времени не было. Ковалев бригадир, с него и спрос. Что? Я сейчас пойду. Паш, да хватит геройствовать. Ты пойми, если не выяснишь, что ты сам виноват, тебе из бригады попрут. А из каких доходов ты будешь ипотеку оплачивать? У тебя что, из богатой дядюшки миллионер? Ты вот о чем сейчас говоришь? Ковалева же посадят. Да кто его посадит? Никто же не погиб. Выговор впаяют и все. Кать, а если он калекой останется, а? Сплю. Фу. Как я потом Вадику в глаза буду смотреть? Радюка, ты о нас когда-нибудь думаешь? Обо мне, о ребенке? Хоть когда-нибудь? Ты понимаешь, что если с тобой что-то случится, что с нами будет? Милая, ну не случилось же, ну. Ты не понимаешь? Моя очередь была лезть на опору. А мне так хреново было. Редчайший случай. Водка тебя спасла. Кать, ты, Кать, ну... Да я уже забыла, когда тебя трезвым видела. Ну... Что это? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я говорила с Ярошеней. Никто не считает тебя виновным в этом поступке. И тебе совершенно не обязательно увольняться. А кто просил тебя вмешиваться? Володь, ну... Володь, я же вижу, как ты переживаешь. Ну, а он твой друг. Он мог бы замолвить за тебя словечко. Начальство и дружба – вещи несовместимы. Извини, я хотела как лучше. А ты спросила, как лучше мне? Слушай, Ковалев. Ты на своем этом лэпе... Ты ведь не только свою жизнь загубил. Ты мою исковеркал тоже. И поэтому хоть раз в жизни... Я считаю, что я имею право сказать тебе правду. Так вот, послушай меня. Я ненавижу твою работу. Я ненавижу деньги, которые ты приносишь. Я себя ненавижу за то, что я терплю все это. Не ради чего, Володя. А что ты видел в своей жизни? Кроме мазута и грязных вагончиков? А? Грамоту тебе выписали? Отлично. Отлично. Ты вот теперь прикладывай вот эту свою грамоту к растянутым сухожилиям и к радикулиту. Мама, не кричи. Что соседи подумают? Лена, выйди! Пожалуйста. А вы не ругайтесь, пожалуйста. Кстати, папа у нас сторож на автостоянке зарабатывает почти как ты. Лен, выйди. От кого, от кого, от тебя не ожидал. Значит, вся моя жизнь дерьмо. И то, что я вкалывал все эти годы не вызывает даже уважения. А по мне даже хорошо, что ты уволился. Мне кажется, это куда лучше, чем тебя под твоей заслуги пинком под зад. Я могу растворять в кофе Смок за окном Это мой профиль И ждать, когда с неба посыплется пудра Утро за утро Я могу растопить взглядом Переконтакт Просто не надо И сердце готово Немного искры Осталось подложить, бей Спасибо за поддержку, ладно? Было нетрудно пытаться читать твои мысли И ждать твое лето Дышать твоим ветром Спасибо за это И снова день в день Повторять календарь Может быть, снова плохо закончится Вот Будет нечем платить за я влагу Посмотри, как горит воздух Прямо над нами Ярче, чем солнце Жарче, чем пламя И все отпускаем Взлетая с разбега Жарче, чем солнце Выше, чем небо Выше, чем небо Приветствую, Григорий Иванович Здравствуйте, Володь, привет Здравствуйте, Владимир Михайлович Добрый день Вот вам ключи Мне Марина всегда перед отъездом оставляет Чтобы я у вас дома цветочки поливала Большое спасибо Вы ведь у нас редкий гость Ну да, командировки Сейчас такая жара стоит Без полива никак нельзя В теплицах к моментам все завянет Ну да, ну да Раис А здесь сторож нигде не требуется? Да нет Вроде взяли мужчину одного сторожа Он как с женой развелся Так целый год на даче живет А чего это вы интересуетесь? Так пенсионер я Со вчерашнего дня Да ну Такой крепкий мужчина Марина говорила, что вам до пенсии Еще несколько лет У нас в ЛЭПе год за полтора идет Так что свой стаж я уже наработал Выходит, сюда надолго? Думаю, да Ой, Владимир Михайлович Так может вы у меня электропроводку глянете? Ну когда будет время, конечно А то свет то горит, то не горит Ну а чего не посмотреть? Посмотрим Сейчас обоснуюсь Мужики Спасибо, что пришли А то он не дает мне уже на койке этой валяться Паш, ты не геройствуй Ты лечись как следует Что врачи-то говорят? Да она мне все как на собаке заживает Скоро Вадька меня будет На тележке по проводам катать Пусть тебя Жорик катает Видал, как его разносят без работы? Моя Матильда отличную книгу купила О вкусной здоровой пище Лучше бы она тебе книгу купила, как похудеть Ты, кстати, пирог не съел, который она Пашке приготовила? О! Знаешь, Генка В твой паспорт не ту фамилию вписали Ты не Радюк, а Гадюк Мужики, мужики А где Ковалев? Чего не приходит? Ты что, не в курсе? А его Его в колонну срочно вызвали Но он сказал, что как только вернется Он к тебе приедет Понятно Спасибо вам Спасибо Спасибо Привет 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 А где ты была так поздно? Я же тебе говорила, мы готовим выставку Устала, как собака А что за мужик провожал тебя? Куратор выставки? Неужели ты ревнуешь? Нет, но все-таки Кто он? Это я частника поймала Хотела со мной познакомиться Я ему сказала Что у меня есть ты Красавчик? Я не знаю Эй Я не знаю Москва ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, дочь. Умер. Давай-давай-давай-давай-давай! Вера! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, доченька. Как всегда, на высоте. Ты что думаешь, я с Леркой встречаюсь, потому что у нее папа главный тренер? Ничего я не думаю, она классная девчонка. Тебе с ней просто повезло. Ну, так и пользуйся этим. Полагаешь, если Лера с папой поговорит, ну, типа там у нас все серьезно, все дела. Это поможет? Можно подумать, что ее на Дакар взяли за ее офигенные достижения. Да если бы не ее отец, она бы вообще в команду фиг попала бы. Значит, поможет, говоришь. Подержи-ка вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сквозь метель так не просто поймать. Зажги, ой на нее сквозь стекло Она будет все делать назло Не давай тебя забывать Ты что удавляешь? Ты подумала своей головой Чем это могло закончиться? Ты что, хотела себя угробить? А ты обо мне подумала? О матери подумала? Да мы же хотим внуков увидеть! А ты, ты, господи, какой же я дурак Хотела себя сделать профессиональную гонщицу Умную, тонкую, расчетливую А вышла сумасшедшая идиотка С пониженным чувством опасности Все, я отстраняю тебя от гонок И исключаю из команды, слышишь? Исключаю! Пятый год в монтажниках Вот даже смотрю, три курса политехнического То, что надо Поработаешь годик, бригадировал вместо Ковалева А там, глядишь и... О! Я не хочу вместо Ковалева Тебе что-то не устраивает? Вы знаете, о чем я В тот вечер мы отдыхали И вы об этом знали И именно по вашему приказу мы выехали на работу А Ковалева Сделали крайним Я не буду в этом участвовать Что ты предлагаешь? Вы должны извиниться перед Ковалевым И вернуть его в бригаду Понятно Ладно, иди Найдем другого бригадира Заодно и мне замену поищите Да ладно, Аська, хватит задеть Ну правда, как будто это тебя из команды выгнали Я не переживаю Ну, можешь чуть-чуть? Ладно, слушай Как-нибудь переживу без этих артистов Давай Я тоже увольняюсь Без Пашки, Ковалева, Егора я работать не собираюсь Я бы тоже уволился Только надо с Матильдой посоветоваться Нет, парни, подождите Вы что, нас вело с Фома одних оставить? Я что-то решил, что я остаюсь Я тоже увольняюсь, как все ребята Нормально Ну хорошо, уволимся мы все вместе Ну кому мы что докажем? И что мы дальше будем делать? Как жить будем? Как жить? Со спокойной совестью А деньги мы где возьмем? У Ковалева хоть пенсия? Ну так и работу искать Легко сказать Мужик этот в колонии слышал, что россияне набирают бригады на ЛЭП в Тюменьскую область Говорят, им раза три больше платят Туфта Я выяснял Там работа по зимнику Не будем же мы полгода морозов ждать Есть еще вариант, под Брянском недалеко Трехсотку проложить А это реальный вариант или так Болтовне? Реальный Ну, заказчикам надо встретиться Контракт обсудить Решить, кто поедет Ты как, Матильда? Так все поедем Слушай, что-то его раньше не видел Это Райкин сосед Интересно, а сколько берет? Ну, не пол литра уже Ну, я думаю Включай! Горит, Владимир Михайлович! Горит! Вижу, порядок! Вы, Володя? Здрасте, я ваш новый сосед Григорий Здорово, сосед Здрасте Я тут участок недавно купил Сейчас трость понемножку Володь, не могли бы мне помочь А? По электрике А что нужно делать? Да мне главное От столба провода натянуть На эти, ну, ролики такие Знаете? Ну, изоляторы, да А, вот, да Изолятор Ну, и подвести к счетчику Все, у меня готово Провода, изоляция Ну, это хорошо Только делается все наоборот Да? Ну, да Вначале устанавливается счетчик Укладывается проводка А уж потом запитывается от линии А, сразу вина Специалист, специалист Ну, так что Ну, так поможете? А это чего? Так за работу, Володь Нормально? Да ладно Приду, сделаю Да? Мой участок, значит, на третьей линии 47 дом Буду ждать До встречи До свидания Спасибо Спасибо, Володь Буду ждать На основе полученной проектной документации Мы в ближайшее время Должны начать подведение Восковольтных линий К площадке строящейся атомной станции Основные направления Островец-Лида-Гродно Островец-Молодечна Островец-Полоцк Новополоцк Но уже сейчас Мы должны готовить базу И начать формирование Бригад Монтажников И строителей Речь идет В основном О директорах Механизированных колонн И западе Электросеть строя Виктор Сергеевич Что у вас с людьми? С людьми-то ладно, Антоний Васильевич Набрать можно А вот опытных специалистов Маловато Сами понимаете Серьезных объектов Давно не строили Кто в Россию подался Кто в частные фирмы Вопрос о строительстве Атомной электростанции Уважаемый Виктор Сергеевич Решался не вчера и не сегодня Вам давно пора было подумать об этом Речь идет об энергетической Безопасности республики Кабинет министров спросит с меня А я спрошу с вас Вам это должно быть понятно Да Через неделю жду вас С докладом о готовности бригад Продолжим Ярошеня Есть хоть кто-нибудь Кто на этих линиях работал? Был один Ковалев фамилия На прошлой неделе мы его на пенсию отправили Ну так верни его и дело с концом Боюсь не захочет Мы плохо с ним расстались Понятно Значит сделаем так Ты отправишься к нему и решишь проблему Срок тебе два дня А если не решу? Тогда пошлем другого Кто будет работать вместо тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, как горит воздух Прямо над нами Ярче, чем солнце Жарче, чем пламя Мы все отпускаем Святая с разбега Жарче, чем солнце Выше, чем небо Выше, чем небо Жарче, чем небо Жарче, чем небо Ну как ты тут, Володь? Как в раю Грибы, рыбалка, крепкий сон А главное, никто мозги не компостирует ЗАГАЛЬЧЕНКО 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 Завидую Ах ты, черт, о чем мы говорим Володь, я хочу, чтобы ты Все правильно понял и не держал на меня зла Я виноват перед тобой с этой комиссией Виталий, ну прекрати, а Все, проехали, забыли Давай, выкладывай Ты же не за извинениями приехал, правильно? Да, ты прав, я приехал Просить тебя вернуться на работу Только ты не перебивайся сразу И не отказывайся, Володь Тебе повысит зарплату Пенсия, премиальные Ну, приличная сумма набегает Как сам считаешь? Никак Не, ну серьезно, Володь Ну, какой из тебя пенсионер? Какие цветочки и листочки? Это все не твое А ты-то откуда знаешь? Что мое, что не мое Ты ведь, Виталий, тоже когда-то говорил Что кресло начальника это не твое И что? Ну, откуда такая забота? Мы ведь с тобой 10 лет уже не виделись Вот так, да, вне работы Только про совесть не надо, ладно? Что за человек такой, Ковалев? Он все время как-то все выворачиваешь Все так вот С подковыркаешься Да, затык у меня со спецами Министерство шею мылит Доволен? Нашей колонии поручили линию тянуть к атомной станции А кому тянуть? Салагам? Там же одни 750 Мы же лет 25 такие не строили Поможешь? Позарез надо Собрать бригаду Научить показать Нет, Виталий, я не проси Я не вернусь Мне здесь хорошо Подсчет, уважение А главное, никакой нервотрепки Не простил, значит? Обижаешься Ладно, я поехал Ты Прости за все Виталий, я ведь не на тебя обижаюсь Ты начальник Куда тебе деваться? Мне за ребят обидно Не ожидал я от них А на ребят своих, кстати Зря обижаешься Нормально Я не у тебя, мужики ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Марина Сергеевна, я серьезно ничего не знал Вот же балбесы Молчали, как партизаны А я-то думаю Почему Ковалев ко мне не приходит? Пашенька, он так переживал Хотел приехать, поговорить Он боялся, что ты обвинять его будешь в этой ситуации Да чепуха какая Вы, пожалуйста, ему передайте, что Паша Петраченко даже мыслей таких не было Передам, передам Он со мной не разговаривает Ему сейчас просто нелегко Что из-за этого увольнения? Да Ты знаешь, уход на пенсию Он представлял себе несколько иначе Ну не волнуйтесь Меня скоро выписывают И я обязательно к нему поеду Мы встретимся, поговорим Он мужик отходчивый Ковалев Ой, Пашенька Ковалев как Голубу что-нибудь вобьет Все с концами Чем он сейчас занимается? Он на даче сейчас Занимается халтурой У меня там подруга соседка Она мне все по телефону сливает Ты мне скажи, ты и как? Как ребята? Они приезжают, навещают Да у меня все хоккей А ребята наши на заработки в Брянск уехали Нормально, нормально Не сидит с ребятами дома То отпуском не допроситесь, а то... Занимается халтурой Приветствую Ну как разместились? Спасибо, обустраиваемся Пройдете с прорабом Он покажет вам линию К вечеру привезут материалы И начинайте работать Самое главное, помните, что каждый день на счету Знакомьтесь, это наш водитель Лера Синельникова Это наш бригадир Егор Простите, я вас правильно понял? Эта девушка будет с нами работать? А вы что-то против имеете? У нас тяжелая работа Я вам сочувствую Ну я думаю, вы найдете, где разместить нашего водителя Что-нибудь придумаем Все, договорились, счастливо Проходите, знакомьтесь Ребята, это Лера Андрей Очень приятно Здравствуйте 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 Лера, пройдемте, я покажу вам ваш вагончик Да, 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 спасибо А вы нас здесь подождите, пожалуйста Проходите Парни, я одного не понимаю Что такая красотка здесь делает? Ну как, сейчас половина тела к тачке водит Это даже сексуально, мне кажется Сексуально это когда-нибудь на каком-нибудь внедорожнике Чулочками светить А здесь же кладбище женской красоты Состиранный комбез и мазутный маникюр Вот, Егор передал, это кусок моей майки Она тогда в карабин попала Так что это выходит, я лопухнулся И твоей вины тут нет никакой А чего же они скрывали от меня? Я не знаю, из-за комиссии, наверное Боялись, что мне хуже будет Дурачи Ну и как тебе тут живется? Живется, Паш Люди хорошие Уважают Работы полно Знаешь, я когда к тебе сюда шел Вспоминал, как ты говорил Что не представляешь себя на пенсии Ну и каково это Вот, в земле копаться Когда недавно руками за облака держался Да какой из меня пенсионер? Тот, знаешь, ко мне Ярошене приезжал Предлагал вернуться в бригаду Знаешь, что я ему сказал? Михалыч, нет больше твоей бригады Некуда тебе возвращаться Как нет? А куда она делась? Уволились все Из-за тебя, как ты понимаешь Я, кстати, завтра тоже к ним поеду Не поминай лихом Ну что, давай погладим дорожку Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не торопишься Ты не учитываешь Темпов сжатия Вселенной сны На прохладной воде Будем завидовать листьям Осенними линии жизни не рвут Ну-ка, не прячь за спиной Ладошки идут за тобой Останови ли стопа Вернуться в осень Будет проще Чем остаться Вернуться в осень Наталья Вновь Снега В небе Вдовица Звучит В�нышка Вдовица Вдовица Наталья Вдовица Наталья Девушки отдыхают На сегодняшний день обстановка складывается в нашу пользу Но говорить о том, что мы победим на выборах, все-таки пока рано Что вы имеете в виду? Давайте я продемонстрирую общую картину Итак, социологические опросы показывают, что за вас готовы проголосовать около 40% За Лебедева 25% За Кравченко около 10% Тогда все в порядке Это только на первый взгляд, Сергей Борисович А теперь давайте представим себе, что вы выходите во второй тур с Лебедевым А проигравшие кандидаты призывают своих избирателей голосовать именно за него А не за вас И это вполне реальный сценарий И вот тогда получается такая картина Если часть из этих людей проголосует против вас, вы проиграете выборы И этот вариант, увы, вполне вероятен Нельзя допустить второго тура выборов Вы должны побеждать в первом Я не возражаю Устраните перебои с электричеством в городе до выборов И вот тогда Я гарантирую вам победу в первом туре ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мужики! Первый рабочий день на Брянской земле закончен! Как скажешь, Егорушка Вадик! Как перспективка? Работает непочатый край! А небо? Небо как? Небо везде одинаковое! У-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, брат! Пашка, привет! Что там, доктора подлатали тебя? Мужики, в порядке, я в порядке! Вы-то как? Мы зашелись! Ты посмотри, какая у нас крана за рулой! Да поехали уже! Нельзя здесь стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паш, это, конечно, здорово, что ты приехал! Но что-то я не верю, что врачи тебя так просто на работу отпустили! Егор, врачей слушать! Быстро ласты склеишь! Нет, ну это понятно! Но если серьезно! Я серьезно! Ты же знаешь, я Вадика одного не брошу! Паш, значит так, запомни! На высоту я тебя одного не отпущу! Найдем тебе работу полегче! А где у нас полегче? Ну, я не знаю! На пищеблок пойдешь! Не, ребят, я без неба не могу! Я пока в больничке лежал, чуть с ума не сошел! Мужики, я придумал! Мы Пашку за руль посадим, за вышку! А Матильду вместо него на высоту! Ты что, Егор? Его же ни одна опора не выдержит! Он нам всю линию завалит! Я не знаю, по-моему, это все безвкусно и полная пошлятина! Ну, с точки зрения искусства, абсолютно с вами согласен! Но с точки зрения предвыборной агитации, ваш конкурент попал прямо в точку! Голубое небо, провода, обещание провести свет! Это позволит ему победить в первом туре! Так, до выборов три недели, а им работать еще полгода! Андрей Федорович, у вас устаревшая информация! Дело в том, что мэр вызвал опытную бригаду монтажников из Беларуси, обеспечил их всем необходимым, пообещал премии! Добрый день, это ваш кандидат! Голосуйте! Пообещал премии, обеспечил всем необходимым! И они уже тащат до города временную линию! Так это что, получается, у них полный свет и победа на выборах, а у нас полный мрак? Ну, есть вероятность того, что он победит в первом туре, да! Если ситуацию не изменить кардинальным образом! А что для этого нужно сделать? Есть одна идейка, но для этого потребуется ваша помощь! Все, 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 что в моих силах! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здорово! Что за срочность? Дело есть. Заработать хочешь? Я от денег никогда не отказывался. В районе линии высоковольтные тянут. Знаю. Что ли, помочь надо? Да нет, наоборот. Что-то я не понял. Это как? Как? Это твоя забота. Подробности меня не интересуют. Я плачу. Ты действуешь. Понял. Действуй. Не бывай. Ну, вот такая вот история, короче, у меня была. Ага. О! Красотка наша вышла. Мужики, прикиньте, в Москве один крендель взял в банке кредит и потом за эти же деньги купил акции этого банка и положил их в банк как гарантию. А через год акции этого банка они выросли ровно в 10 раз. Чувак кредит вернул и потом себе еще 900 миллионов баксов оставил. Представляете? Андрю, да чепуха какая-то. Просто нужно работать, чтобы деньги были. Скажи, вот, Егор, сколько нужно работать такому человеку простому, как ты, да, чтобы заработать хотя бы один миллион баксов. Не знаешь, да? А я тебе скажу. Сто лет и ничего не тратить. Ничего не откладывать, понимаешь? Откуда вообще эти миллионеры берутся? Чтобы разбогатеть мужики, нужно, понимаешь, начальный капитал. Приветствую. Ваши паспорта. Подождите в машине. Медкомиссия-то обязательно. На высоте работаете в доме. Чем участвовать не к добру поверилась. Спасибо. Так, может, зайдете чаю? Да нет, спасибо. Я поеду. Завтра к восьми утра я вас жду. Ну что, парни, притихли? Разбирайте паспорта. Завтра выходной. Шутишь? Да какие шутки, Паш? Завтра в город едем на медкомиссию. Куда? Да. Подожди, Егор. Может, не беременные женщины? Какая медкомиссия? Да это ж уредительство. Целый день насмарку. Да не смеши ты меня. Обычная бюрократия. Ну, конечно, день потеряем в работе. Ну, ничего, наверстаем. Завтра утром выезжаем, а вечером обратно. Руссо, ты и я остаешься на хозяйстве. Почему я? А потому что... Ты не монтажник, сынок. Давай. Я выброшу флаг и сверну чудеса. В день, когда у тебя все... Матильда, тебе с ума надо выступать. Наваливаешься на кого, сразу грыжа будет. Да что он все время вяжется? Да не обижайся, Жор. Видишь, скучно ему. Задрал уже. Сейчас дам фобу, она сразу свет погачит. Тихо, тихо, тихо. Ты попади сначала, малыш. Эдюк. Понимаешь, да? Иди уже. Здравствуйте. Радюк, проходите, пересаживайтесь. На что жалуетесь? Сердце болит и давление скачет. Когда это с вами случается? Когда у вас вижу. Ясно. Еще жалобы есть? Да, вы знаете, живот болит. Снимайте майку, сейчас посмотрим. Здесь? Ниже. Ниже пупка. Прекратите придуриваться, Радюк. Идите и позовите Метлицкого. Мужики, шевелись. Еще два пролета осталось. Быстрее. Осторожно. Все, сворачиваемся. Егор. Егор. Паша, что за секреты? Как у тебя с анализами? Нормально? На что намекаешь? Да я серьезно. Ты можешь остаться на меня? Паша, значит, ты мне лапшу на уши вешал. Ни черта ты Паша не долечился. Старик, понимаешь? Я не хочу тебя слушать. Думаешь, мы не видели, как ты таблетки глотаешь? Ты сделаешь или нет? А почему ты Вадика не попросил? Вадика вообще не хотел, чтобы я сюда приезжал. Спасибо. Так, бабуль, все. Давай, мне некогда. Увидимся. Спасибо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мужики, он здесь! Где? Андрюха, слава богу, живой! Мужики, пейте! Паш, вызывай милицию! Эй, спокойно, спокойно, парни, только без ментов! Ты тут при чем? Как при чем? У меня судимость! Сразу все косяки на меня повесят, вот увидишь! Пейте хочу, мужики, пейте! Воды принесите! Ой, блин! Кто это был, Андрей? Я не знаю, мужики! Много их было? Налетели! Я же у них именами спрашивал. Почти три пролета срезали. Это сколько метров? Пролет 450 метров. По шесть ниток. Считайте, это в сумме получается больше 10 километров. Сколько что-то в деньгах? Да при чем тут деньги? Тут и провод ни при чем. Это неделя нашей работы. Как по-вашему не могли срезать провод? Как? Подогнали Копори в вышку, забрались на траверс, скинули провода с изоляторов и трактором вытянули. Все просто. Это для вас просто. Что вы хотите этим сказать? Я хочу пообщаться со всей вашей бригадой. Пойдемте. Так, значит, говорите, всю бригаду внезапно вызвали на медосмотр, правильно? Да. И вы все дружно поехали в город, правильно? Все, кроме него. Когда вернулись, провода не было, а ваш дежурный был якобы связан, правильно? Неправильно. Не якобы, а связаны. Тогда у меня последний вопрос. А кто, по-вашему, мог снять 10 километров кабеля, да еще с такой высоты? Так а мы откуда знаем? А мне вот кажется, что это могли сделать только специально обученные люди, да еще оснащенные специальной техникой. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. Я говорил вам об этом. Ну, раз так, до конца следствия никто никуда не уезжает, понятно? Да, конечно. Ну? Что я вам говорил? Походу, мы еще виноватыми остались. Гена, не ной. Нас никто еще пока не обвиняет. Он тебе прямым текстом сказал, что это мы сняли провод и под видом медкомиссии отвезли его в город. Что тебе непонятного? У нас алиби есть. Это ты дома будешь рассказывать про свое алиби. А здесь тебя никто слушать не станет. Гена, успокойся. Следователь прав. Простые забулдыги этот провод снять не могли. Это делали профессионалы. С понятием и с техникой. Короче, я знаю, что надо делать. Мы сами это дело раскрутим. Хорошо. И что ты предлагаешь? Без посторонних обсудим. Значит так, парни. Я думаю, что сначала нужно проверить себе пункт на металлолома. Куда-нибудь они его точно сдали. А если они его километров за сто сдали, что ты будешь делать? Ну, сто километров для бешеной собаки не крюк. Я думаю, надо поставить мэра в известность. Как-никак, задержка не по нашей вине. Мысли хорошие. Значит так, мы с Матильдой проверяем барыг, а вы к мэру. Ген, только давай без инкрунтасов. Гражданин начальник, не сомневайтесь, все будет без шума и пыла. Иди. Лера, уступи дяде место. Это с какой это стать? Надо по делам съездить. А-а-а. Так я сама съезжу? Нет, это мужские дела. А это моя машина. Это бригады машина. Лера, прошу вас, отдайте ему ключ, пожалуйста. Это ненадолго. Ну, что происходит? Ну, так, да мы сами хотим понять. Ну, здорово. Лера, прошу вас. Ну, так, да. Здорово. Здорово. Что надо? Алюминию берешь? Беру. А что у вас есть? Провод высоковольтный. Не, ну его нахрен. Ворованный, небось. Да ладно, тебе-то что? Мы недорого отдадим. Но. Не, не хочу. Потом хлопотнее берешься. Ну, подожди. Может это, подскажешь, куда скинуть можно? У нас пузырь. Молодец. Так. Дуй по Смоленке километров двадцать. Там с левой стороны один мужик стоит. Он все берет, ничего не боится. Спасибо, дружище. А пузырь? А потом. Мужчина, ну я же вам русским языком сказала. Нет Сергея Борисовича и не будет сегодня. Он в области. А помощник где замятен? Никого нет. Все уехали на встречу с избирателями. Надолго? Мужчина, ну вы меня уже утомили. Ну тут и так такая суматоха с этими выборами, а вы еще... Да у меня дело важное тоже ваших выборов касается. Я вот сейчас сяду здесь и буду ждать хоть до утра. Бесполезно, мужчина. Приедет вечером полиция и вас арестуют. Только от этого вашим выбором будет только хуже. Ладно. Я дам вам телефон помощника Сергея Борисовича, а там уже разбирайтесь сами. Вы что, шутки шутите? Мы вам доверили такое важное дело, а вы? Откуда мне знать, что вы там ни при чем? Ладно, с полицией я и разберусь. А с проводом решайте сами. Да тут ничего. Спокойно, Вадик, не нервничай. Видишь, контайнеры стоят. Угу. Ага, все открыты, один на замке. Угу. Если провод у них, то они его здесь спрятали. Почему? По качану. Пошли посмотрим. Отлично. Гено. Айшки. Ты за что сидел? За драку, сынок, за драку на дискотеке. Точно за драку? Вадик, не мешай, а? А? Наш кабель. Здорово. Не ушибся. Не слышу, что? Мамой клянусь, я их не знаю. Привезли, предложили, я взял. Ты барыгой хороших людей кинул, понимаешь, да? Понимаю. Деньги где? В сейфе. Включи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ты не кислоустроился? Значит так, деньги я забираю в залог, а своим передай. Вернут кабель, отдам деньги. Поехали, Гена. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где тебя искать? Они знают. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Егор? Да едем, едем. Я нашел провод. А деньги у барыги отобрал. Ты еще раз сесть решил? Да ладно, я же не для себя деньги-то взял. Купим новый провод и все. Я сейчас позвоню следователю и скажу, где искать наш кабель. Ну а ты пойдешь и вернешь эти деньги обратно. Да? Да. Сейчас разгон возьму. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот вам листок и ручка. Мне необходимы ваши показания по фамилии, кто из вашей бригады участвовал в разбойном нападении на пункт приема цветных металлов. В каком нападении? Да вы что? Лукашин, хватит Ваньку валять. Сами себе свинью подложили, а теперь придется отвечать. Да мы же сами нашли этих гадов, которые провод срезали. Я же звонил вам вчера, они его в контейнере спрятали. Это же улика, вы должны проверить. Уже проверили. Нет там ни алюминиевого провода, ни контейнера. Неужели вы не понимаете, что они его перепрятали? Они же ушлые, гады. Я бы сказал, осведомленные. Так что нет у вас никаких доказательств. А вот у них показания Артура и Меликяна. Свидетелей, рабочих, справка о побоях. Ты хоть понимаешь, что я обязан твоих ребят арестовать? Да вы понимаете, что это их место за решеткой. Успокойтесь, Лукашин. Мое мнение к делу не пришьешь. Мне необходимы доказательства. Конечно. Я же на нас все повесить, правда. Не упрощай. Я не люблю, когда из меня делают хорька безмозглого. Это поможет в решении вопроса? Это деньги из приемного пункта? Да. Вы хотели откупить провод. Поступим так. Я пока не буду возбуждать уголовное дело. У вас есть три дня. И мой вам совет. Решите все миром. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кажись, к нам гости. Я вижу. Здорово, мужики. Кто у вас за главного? Ну, я за бригадира. О, коллега. Я тоже за бригадира. Бригадир вот этих оболтусов. Злые они на твоих парней. Очень. Говорят, что твои. Их деньги взяли. Надо вернуть. Они наш провод срезали. Ну, погорячились, ребята. Ну, и вы нас тоже поймите. Нам работу сдавать, а кто-то украл наш провод. И вы наверняка знаете, кто раз его нашли в вашем контейнере. Какой провод? На нем что клеймо стоит, что он твой? Или ты хочешь сказать, что катушка тоже твоя? Слышь, родной. Тебе ж по-русски сказали. Получишь деньги, когда вернешь провод. Родной. Смело. Тимоха. Да подожди ты, не лезь. Ну, и кто тут самый смелый? А здесь трусов вообще нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ехали бы вы отсюда. Значит так. По-хорошему не хотите? Вернусь в наши деньги. Жаль. Удачи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да я же говорю, им нужны доказательства. Алюминиевый лом, который был на приемном пункте, пропал. Не провода, не контейнера. Вот это номер. Как они так быстро все успели? Слышь, мужики. По-моему, нас кто-то сдает. Жура. Ты нормальный? Ну, откуда тогда эти товарищи так быстро могли узнать все о проверке? На самом деле. Ну и кто? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лера? Она же новенькая. Мы не знаем, кто она. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С дельцом к нам заслали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подождите, мужики. Вы серьезно думаете, что Лера стучит? Тогда я пойду и поговорю с ней. Ну-ну, иди, иди. Так она тебе и рассказала все. Ничего у него не получится. Не умеет он с женщинами разговаривать. Привет. Привет. Лера, мне надо поговорить с тобой. Я бы хотел предложить тебе взять выходные. Ну, пока нет работы, пока провод не привезли, но ты понимаешь. Решили от меня избавиться? Да нет, ты что, нам... Нам просто надо решить кое-какие производственные вопросы. Да брось, Егор. Я же знаю, что вы у меня за спиной все перешептываетесь. Скажи, а вы действительно думаете, что я за вами шпионю? Неужели вы решили, что я с этими уродами, которые приезжали заодно? Лера, как будет лучше для твоей безопасности? Да пойми ты это. Убирайся. Чего? Переодеться хочу. Там вообще какая история была? Да не та, а другая. Туполный, да. Лен, хорош трепаться. Ладно, потом расскажу. Ладно. Ну что? Что такое серьезное? Интересно, парни, а куда эта наша красотка собралась? Судя по всему, от нас подальше. Да ладно, ты чего? Молчи, молчи. Молчи. Мы, конечно. Мы. 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 Вот. Кэп. Мы. Мы. Кэп. Мы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, как вы и хотели. У кого какие мысли? Ну, я думаю, что эти товарищи просто так от нас не отстанут. Жаль, оружия у нас нет. Только Матильдина ружьё. Угу. Кина насмотрелись. Войнушку устроим. Эх, Ковалёв бы знал бы, что делать. Да я тебе и без Ковалёва скажу. Работу нужно доделать. Доделать и свалить отсюда. А чем работать? Последние три бухты ушли на замену срезанных. Я думаю, провод покупать придётся. Ну, я ж тебе говорил, что деньги пригодятся. Значит так, завтра утром я пойду на базу, попробую договориться. Но вы уж тут держитесь. Хорошо. Дежурство организуем. Круглосуточное. Или что посущественней. Пусть только сунутся. Жора. Здорово, Паш. Привет, Михалыч. Ну, как там ваши дела? Как ребята? Проблемы у нас, Владимир Михайлович. Большие. Посоветоваться звоню. Ну, давай, рассказывай. Мне нужен провод алюминиевый. 50 квадратов. 10 километров. Срочно. Без проблем. Но деньги вперёд. Наличными возьмёте? Молодой человек. Вы представляете, сколько это денег? Дорогой ты мой. Я-то думал, что ты из тех, кто норовит поторговаться, а потом всё в кредит. А ты молодец, настоящий мужик. Чаю хочешь? Спасибо, я тороплюсь. А когда привезёте? Ну, а когда надо? Ну, завтра. Ну, сейчас пойдём документы оформим. Дам команду грузить. Завтра и привезём. Спасибо. Вернулся? Ты только не ругайся. Я ненадолго. Надо ехать. Куда теперь? Возвращаюсь на работу. Ярошей не приезжал. Лично просил. Ты будешь новую бригаду набирать? Зачем не новую? Мне и со своими хорошо. Голодный? Поешь? Возвращаюсь. Жорик, а ты на что премию потратишь? Не знаю. А ты на что потратишь? Нет, я первый спросил. Вообще-то надо с Матильдой посоветоваться. С Матильдой. Знаешь, Жорик, я бы на твоем месте операцию сделал. Какую? Ну, как какую? Чтобы не храпеть. На пол! Что за хрень? Надо выбираться. Так, давай за мной. Низенько, низенько. Генго! Жорик! Генго! Бари, иду! Горим, горим! 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 Воду! Держите! Горим! Горим, где вода? Сюда! О, какое! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово, мужики! Я парламентер. Мне надо поговорить с вашим бригадиром. Я бригадир. В прошлый раз другой был. Что с Вадимом говори, урод! Да все в норме, давай без нервов. Вы нам отдаете наши бабки, и мы вам вашего пацана. У нас нет этих денег, мы их потратили. В казино, наверное, играете? Или на бегах? Я не шучу. Мы купили новый провод на эти деньги взамен украденного. А если нет денег, мы можем взять долг проводом. Соглашайтесь. Твое счастье, падла, что парламентеров не бьют. У вас нет выбора. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До встречи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Вадик, кроссовок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не досмотрел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Надо что-то делать. Только что... Времени у нас мало, парни. Жура. М? Дай ключи от машины. Зачем тебе? Паш, ты что задумал? Жур, я прошу, пожалуйста, дай ключи. Очень надо. Да там бензина почти на ноле. Паша, успокойся. Ключи, да, я сказал! Угомонись! Паша! Тихо-тихо-тихо! Не подходи, я сказал! Тихо-тихо-тихо. Отойдите, мужики, я за тебя не ручаюсь! Отошли, я сказал! Паша, угомонись! Ключи, да! Паша, не балуй! Паша, успокойся. Паша, успокойся. Здорово, Паша! Здорово, стрелок собрался, а? Володя, я их всех убью. Или ты так? От безделья! Я их всех убью, Володя! Да не пустите меня с роды, Паша! Паша, успокойся. Паша, мы выполним все их условия. Все будет ватиком нормально. Паша, успокойся. Ну что ты собрался делать, а, Паша? Нет, это я виноват. Володя, это я. Я его. Да я его в лэ пристроил. Он же мог в городе сидеть себе. Женился бы на ком хочет. Черт! Тихо, тихо, Пашка. Есть что выпить, а? Кенка! Тихо, 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 тихо. Все нормально будет. Понял? Тихо, тихо, тихо. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, молодой. Егор. Ну, пойдем, расскажи, что у вас происходит. Привет, Михалыч. Ты не представляешь, как ты вовремя. Давай. Сейчас. Давай, Пашка. Давай, Пашка. Давай, давай, давай. Кажется, успокоился. Я тут подумал о том, что ты мне рассказал и понял одну вещь. Что именно? Им не провод нужен. А что? Что-то совсем другое. А что? Смотри, провод в три раза дороже лома. А берут они его по цене лома. Теряют кучу денег и ничего. Это ведь все не бандиты устроили. Они хотят, чтоб вы до выборов не успели. Слушай, от этих чиновников один вред. У меня люди как думают о своей шкуре. Спасибо большое. И еще раз. Он просто убирал ее. Он просто убил его. Он juste убил ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужики, жизнью Вадима рисковать не будем. А это значит, что мы отдаем провод этим вродам. Ясно? Нет, не ясно. Михалыч, они же нас на свободу берут, на колени хотят поставить. Ген, я уже им позвонил. И договорился, чтобы они привезли Вадима в обмен на провод. Отдавайте, хрен с вами. Мне этот цирк с конями не подходит. Ты куда собрался? Домой. Куда еще? У меня там жена молодая скучает. Я тут с вами лес и точу. До свидания, мужчины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мужики, как обещал. Если что надо еще, только ко мне. Только ко мне. Ясное дело. Спасибо. Я поехал. Давай, давай. Ну что, теперь и нам надо приготовиться. Ну да. Ниженька. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Ну где вы, капитан? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что ж вы такие небыстрые? Все, давайте, жду. Мужики едут! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 О, бригадир! Бровод приготовил? Бровода верните! Вы же обещали! Погоди, 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 не торопись. Сначала парня. Хорошо. Сначала парня. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВАДИГ! Значит так. Вы бросаете свои железяки. Отдаете нам провод. Садитесь в машины и уезжаете куда подальше. Иначе парня вы не получите. Это как? Да так. Садитесь в машины и валите отсюда. За вами едут мои ребята. И когда убедимся, что вас здесь нет, тогда и получи своего парня назад. Понятно? Мы так не договаривались. Мы Вадима не оставим. Хорошо. Ну тогда вы останетесь здесь вместе с ним. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Стоять, не двигаться. Руки на машину. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот. Да мы грибы просто собирали. Повесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Думали, Радюк вас бросил, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне неприятно вам говорить, но в вашей бригаде есть предатель. Зря вот так, у нас крыс нет. Вы на Леру намекаете? Она не могла, она же спасла нас. Я не о ней. Я пробил телефон их главаря. Было несколько звонков на этот номер. Узнаете? Тебе, в общем-то, ничего не придется делать. Главное, не мешать нам. Все, сворачиваемся. Что, философ, срубил бабла на первоначальный капитан, да? Сволочь! Парк, походи, 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 походи. Сука! Лихо ты придумал с этими катушками. Поедешь там, на следующий объект. Только приятном условии. Что больше никто не будет просить ключи от моей машины. Договорились. Ты не торопишься, ты не учитываешь. Темпа в сжатии от вселенной сны на прохладной воде. Будем завидывать листьям осенними линии жизни. Ну-ка, не прячься спиной. Ладошки идут за тобой. Остановились в стопах. Остановились в стопах. Вернуться в осень будет проще, чем остаться навсегда. Не обещай тебя обманывать. Обучены слова. Вместе навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надо думать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, жених! Дело есть. На троих, что ли, дело? Так рано еще. Слышь, ты один из этих, что лэп тянут? Ну, допустим. Пойдем побазарим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пойдем побазарим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что сегодня были из-за выстрела ночью? Кто-нибудь слышал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, на границе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот, получается, здесь небезопасно? Ага. Тебе чего бояться? Ты же некая антрабандистка. Егор, ты б поел чего-нибудь. Спасибо, Михалыч. С утра в горло ничего не лезет. Я б убил бы ее. И ничего б мне за это не было. Тогда бы и Кати твоей ничего не было, если бы она тебя убила. Егор, постой! Скажи, что с тобой творится? Да всё нормально, Михалыч. Ну, чего ты мне, Бася, не рассказываешь? Я что, слепой? Проблемы с Ириной? Вроде того. Весь вечер звонил. Сегодня утром звоню. Трубку не снимает. За всё время одно сообщение прислала, что всё в порядке. И всё. Не знаю, что делать. Знаешь что, я думаю, тебе не стоит в таком состоянии выходить на работу. А ещё лучше убери отгул, поезжай домой и реши проблемы с Ириной. Спасибо, Михалыч. Ира! Ириша! Ириша! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет, Егор. Где Ирина? Не знаю, в галерее, наверное. Ее нигде нет. Трубку она не берет. Да не знаю, может, она просто задерживается. Егор. У нее кто-то есть. Вот эти вот часы я нашел в ванной. Света, расскажи. Не знаю я, когда это началось. Его зовут Владимир Молчин. Он известный художник. Я понял. Подожди. Не меняй позволь. Пожалуйста. Вот так. Смотри. Хорошо. Все получится. Кого это там на ночь глядя принесло? Ты же сам пиццу заказывал. Да. Молодой человек, что вы хотите? Что вам надо? Я хочу заказать у вас портрет своей жены. Сколько это будет стоить? Да вы пьяные. Выйдите вон. Не хотите? Вон, я сказал. Я уйду. Только мы порисуем немножко. Так-то лучше. И часы у своих любовниц. Не забывайте. Это был твой муж? Да. Как он здесь оказался? Я без понятия. Он должен был быть в командировке. Вот урод, а! Следующий автобус через два часа. Здравствуйте, Егор. Откуда вы знаете, как меня зовут? Ну, трудно забыть спасателя моего Егорушки. А, так это вы... Да, это я. Извините, я вас не узнал. Ничего, есть шанс разбогатеть. А у вас что, неприятности? Это так заметно? Ну, да. Может, прогуляемся? Давайте. Развожу с женой. Сегодня я узнал, что она мне изменяет с другим. Вот здесь что-то сломалось. Не знаю, что делать. От меня, когда муж ушел, думала о умру. Дышать не могла. Такое ощущение, как будто в легкий воздух не набирается. Долго так было. Потом как-то легче стало. Сейчас вообще думаю, хорошо, что он от меня ушел тогда. Я бы не смогла жить с предателем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Егор, ты шампанское не забыл? Какое шампанское? Ну, разве можно на свидание с пустыми руками? Жор, я не на свидание иду, а починить женщине электропроводку. А-а-а. Ты отвертку-то не забудь. Электромонтер. Женщине нужно обязательно цветы подарить. Жора, какие цветы? У нее перед окнами клумбы растут. Женщине нужно что-нибудь посущественнее. Подожди, Егор. Подожди. Егор. Ты только это, с клумбой цветы-то не рви. Жора, ну я же не Радюк. Держи. Катьке хотел подарить. Ну, для друга ничего не жалко. Гена, что это? Поверь, женщина оценит. Спасибо. Удачи! Здравствуйте. Здравствуйте. А где Вера? Вера! Вер! Что? Здравствуйте, Егор. Вы проходите. Познакомьтесь, это Егор. Ну, а это мой Сережа. Сергей. Очень приятно, Егор. Взаимно. Ну, я пойду, пожалуй. Егор, проходите. Это ко мне братишка приехал. Похоже, правда? Как две капли. Ну, почти. Только одна немного побольше. Ну, чего мы стоим? Пойдемте в дом. Вер, я... Я хотел вам сказать... Это вам. А что это? Ну, это небольшой подарок. Вы меня так здорово поддержали тогда. Ну, это совсем ни к чему, правда. Вер, я правда не знал, что там. Извините, пожалуйста. Правда? Что-то мне не верится. Да, приятель подшутил, в последнюю минуту подложил и... Да ладно, ладно, ладно. Отличный подарок. Чего ты? Я не могу. Чего ты не можешь? Моя Светка, знаешь, сколько о таком мечтает? Сергей, так, может быть, вы своей жене возьмете? Не пропадать же добру. Привет, милая. Ты... В чем дело-то? Я уже тут одна полчаса, как дура. Ну, чего как дура-то? Ты не дура. Ты посмотри лучше, что я тебе принес. Обалдеть. Клевый наборчик. Я так в журнале видела. Нравится? Пойдем-ка на нее примерим. А бать что ли? Ты на кордон уехал. Да? Ну, что, пойдем. Угу. А знаешь, как звали этого барана? Егор! Ха-ха-ха! Давай! Будем. А вот у меня случай был. Значит, границу провели, все перекопали. На штолбы воткнули, даже местных жителей предупредили. А вот соседская корова, она как ходила на ту сторону пастись, так и продолжает ходить. Погранцы бедные, они извелись. Ну, представь, они там только все разгребут, только все приберут. Она придет, все уничтожит. Вот, в общем, они ее хотели пристрелить, как взносного нарушителя. Вообще-то, это грустная история. Угу. У вас такая невероятная тишина. Угу. Так я за этой тишиной сюда и еду. А это часы у вас такие? Да. От родителей остались. Угу. И если бы они еще вечером с Соловьем пели, вообще бы замечательно было. Ладно, пойду я, пора мне. Спасибо за ужин. А не за что. Все было очень вкусно. Я вас провожу. Все хорошо. А у вас веселый брат. Да, веселый. Только жизнь у него не веселая. Но он молодец. Не унывает. Я так понял, он за границей живет? Ну да, он женился и перебрался туда с женой. Там у них две девочки замечательные родились. Правда, старшая болеет сильно. Поэтому жена его не работает. Так что, крутится как может. Я пойду. Владимир Михайлович, я к вам по такому вопросу. Как вы смотрите на то, чтобы немножко облагородить нашу машинку? Ну, так сказать, подредактировать за ее экстерьер. Решила припудрить нашу машину. Да глупости, Лер. Наш масса рабочая лошадь. А им, знаешь ли, бантики не повязывают, ленточки в гриву не заплетают. Но хорошую сбрую на рабочую лошадь надевают. Вы хоть посмотрите сначала, прежде чем отказываться. Ух ты. Вот это да. Ну, здорово, да? Здорово. Кто же от такого откажется? А это осуществимо? Ну, конечно. Ну, так действуй. Помощника дадим, да? Лукашин у нас знатный, Самоделкин. Егору сейчас не до изобретений. У него семейная лодка по швам трещет. Да-да, и, походу, эта лодка дала такую течь, что скоро потонет. Да ерунда, поругаются помериться? У нас не такое бывало. Моя Матильда иногда как... Жора! Твоя Матильда налево не смотрит? Мне жаль Егора. Нормальный парень. И какая у них любовь была. Может, Ленек готов был в лепешку расшибиться? Я не понимаю. Ну, чего это Юрке не хватает? Вроде бы и не пьянствуют, и не жмут. Разбаловал он ее. Ты знаешь, мне нравится. Да? Здорово, мужики! Здрасте! Здрасте! А что красиво! Теперь все бригады вашей завидовать будут. Здоров! Привет! Слушай, хорошая девушка ваша водитель, а? Машину в порядок привела. Хорошая девчонка. Ты знаешь, я поначалу сомневался. Ну, женщина в бригаде, сам понимаешь. Но она совсем справляется, не капризничает. Такая настоящая железная леди. Ну, я все. Я тоже. Здорово получилось! Я, конечно, не знаю, зачем это нужно, но, по-моему, получилось отлично. Молодцы! Опа! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто нужна ваша помощь. Ну, что-то вроде консультации. Не могли бы мы с вами поговорить наедине. Достал этот мент. Прилип, как банный лист. Работать не дает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Михалыч, я могу за мать тебя дежурить. Убор, ты серьёзно? Ну, конечно, езжай, у тебя жена, дети, а я почти холостой. Не глупи, у тебя в субботу день рождения. Ну и что, день рождения, подумаешь? Не последний, Ира. Сплюнет. Михалыч, не хочу Ирку дрозвую, да видеть. Не видеть, не слышите? Да, ну да. Дело твоё. Поехали 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 Субботு ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера. А вы что, уезжаете? Ну, они, да, а я остаюсь. Хорошо, что вы приехали. Вы уж приглядите за нашим Егором, чтобы без нас не шалил. Он не похож на Шалуна. Он сегодня именинник, так что ему можно. Паш, у меня не сегодня, а завтра день рождения. Ну, я вас поздравляю. Спасибо, Вера. А я тут яблоки принесла. Может, возьмите на дорожку? Погрызем в пути. Счастливо. Счастливо. Ну, мы едем или нет? Ну, сколько можно ждать? А вы инструменты забыли. Вер, зря принесли. Был бы повод зайти. Ну, вы так заходите, без повода. Я буду ждать. Хорошо. До свидания. Счастливого пути. До свидания, Вера. Я буду ждать. До свидания, Вера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День рождения по-настоящему? Я сейчас стакан принесу День рождения по-настоящему? Ну, вот, все готово. Ну что, можно подарок вручать? Открывай. Можно? Ума не могла приложить, что тебе подарить. Ну, а потом вспомнила, что ты механизм... Ух ты! Вер, спасибо огромное. Очень приятно. Ну что, может, выпьем? Да. Вера, одну секунду. Вера, одну секунду. Вера, можете поджечь? Вера. Поздравляю. Спасибо, что пришла. Поздравляю. Ира. Да, я. Не ожидал. Ты зачем приехала? Добрый вечер. Добрый вечер. Да вот, приехала поздравить тебя с днем рождения, посмотреть на тебя, поговорить. Говори, поздравляю. А можно не при свидетелях? Я, пожалуй, пойду. Вера, останься. Давай отойдем. Я слушаю. Я беременна. Поздравляю. Кто отец? Ты же мой муж. Ты мне скажи, кто отец? Как же твой художник? Мы с ним поссорились. Уже неделю не общаемся. От меня ты что хочешь? Я хотела попросить, если это возможно, чтобы мы снова были вместе. Шутишь, да? Нет, я серьезно. Я понимаю, что причинила тебе очень много боли, но уверяю тебя, с этой минуты все будет по-другому. Ира, ты же его любишь. Нет, мне только так казалось. А потом я поняла, что мне нужен ты. Такой надежный, такой настоящий. Я ведь женщина. Я не могу быть одна, понимаешь? Ира, езжай. Егор! Вера! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Лукашин. Доброе утро! Ты сделал, что я просил? Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Эй! Чего ты так накидался-то, а? День рождения! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! С прошедшим! С прошедшим, герой! Спасибо! Спасибо! Поздравляю! Будь здоров, дружище! Спасибо. Ну что, праздник удался? Гости остались довольны? Скорее, наоборот. Яна! Что? Можно тебя на минутку? Разговор есть. Пойдём. Конечно. Рассказывай, Гена. Чего рассказывай-то? Всё рассказывай. Я всё видел. Что ты видел? Как ты на опоре с биноклем сидел и сообщал о передвижении пограничных нарядов. А хочешь, я тебе больше скажу? Это всё записано на камеру, которую мне дал следователь, чтобы я её установил на опоре. Теперь ты понимаешь, куда ты вляпался? Ты нас подставил. Ну, захотел деньжат подкалымить. Ну что, нельзя? Чего? Пойдёшь, дожди? Дурак ты, Гена! Передай своим парням, что с ними ты больше не работаешь. А эту флешку я уже выбросил. Спасибо, Егор. Пошёл ты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова В.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! Душно, да? Есть немного. Здорово. Приветствую. Дождь будет. Ну, как дела? По ночам больше не беспокоят? Да нет, вроде нормально. Как линия? А что линия? Ну, сроки укладываетесь. Да нормально. А вы по делу или так в гости заехали? Да я по делу. Нужно будет, чтобы ты с ваших вышек снял мои видеокамеры. Давайте я их после работы сниму. Идет? Давай сейчас поедем. Работа не в поворот, правда. Ну, ладно. Да. Утром я за ними заеду. Матильда! Поднимай! Вера! Сергей! Сергей! Чего надо? Пойдем-пойдем, дело есть. Какое? Срочно, я потом по дороге расскажу. Пойдем. Да говори ты сейчас, Ген. Времени нет. Пошли. Ген, скорее пошли, пошли. Гена, пошевеливайся. Да иду я, иду. Милиция хочет взять контрабандистов с поличным. Это тебе твой мент сказал? Он не сказал, я это по разговору понял. А куда мы идем-то? Надо их опередить, избавиться от товара и помочь одному хорошему человеку. Это какому? Потом скажу. Ну да, ну да. Ну и что, куда дальше? Да и подумать. Ты посмотри. Вот тебе и оружие с наркотиками. Ну да. Бери, бери. Это и есть самое страшное оружие. Надо поскорее уходить отсюда. Пойдем к реке. Пойдем к реке. Пойдем к реке. Слышал, Кашин? Ты одурел, что ли? Это же дорогие вещи. Не дороже мясу на нарах. Понял, да? Понял, да. Давай, выбрасывай все, чтоб собаки не нашли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лукашин, контрабандист ты меня интересовался. Вставай давай. Вон. И друга своего прихвати. С вещами, что ли? Бери, какие есть. Ты на выход. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять не с места, милиция! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Держи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понятые! Так, при вас я вскрываю сумки задержанных, в которых содержится контрабандный товар. Контрабанда сена в особо крупных размерах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт! Все свободны. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СЕВРУ Пропуская сквозь себя эти радиоволны, ТУК В СЕГУ Просто стало в квартале темно, И троллейбусы ждут давно. Кино не закончилось ничем. Мир крут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, погодка гадкая. Сейчас бы на море. А если так? А если так? Не, все подойдет. Да вы достали уже. Ну не все же тебе у нас выигрывать. Иногда и нам нужно. Думаю, обойдетесь. Ага. А вы размечтались, как-то посмотрели. Да, да, да. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Михаил. Давай, давай, давай. Ген, а ну думай. Да все, все, все. Пойдем. С вами снова программа по заявкам наших слушателей. И мы продолжаем. Следующая компанияция звучит. Для уроков патичные звуки. Хо-хо-хо-хо. Папа. Папа. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Егор. Я уезжаю завтра. Навсегда. Что ж, желаю тебе счастья. Ты уж лучше займись своей женой. Она в очень интересном положении. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты не торопишься, ты не учитываешь. Темпом сжатия вселенной сны на прохладной воде. Будем завидовать листьям осенними линии жизни не будь. Ну-ка, не прячь за спиной. Ладошки идут за тобой. Останови ли стопа. Вернуться в осень будет проще, чем остаться навсегда. Не обещай тебя обманывать. Обучены слова Вместе навсегда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вроде... Вроде... Случилось что-то? Бежишь, как эшпаренный. Случилось. Вы извините меня, пожалуйста. Давай в машину расскажи. Спасибо, я сам справлюсь. Давай в машину! Давай! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как он смог от вас убежать? Он что, в окно выпрыгнул? Или на воздушном шаре улетел? Что и люди порядочные скажут. Послушаю, Льва. Слушаю. Внимательно слушаю. Вечером дежурили Витька со спортсменом. Но когда он выбрался, я не знаю. Окна целы, дверь закрыта. Но когда утром пришли, клиента нет. Да здесь трасса недалеко, наверное, к ней ушел. Искать-то бессмысленно. Мы даже не знаем, когда это случилось. До города подбросить их. Угу. И где эти клоуны? Здесь. Ба, какой человек? А где второй? Спортсмен? Убежал. Ну, конечно. Он же спортсмен. Он должен бегать. Что, Витюша, ты жить хочешь? Да. Так вот, чтоб ты остался жив, я должен тебе верить. А чтобы я тебе поверил, ты нам должен помочь поймать спортсмена. Я знаю, где он живет. О, точно, вот этот вот подъезд, вторая квартира. Пойдешь с нами. Пойдешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня хороший день. Да, погода хорошая. Мелюзга, кто хочет заработать? Я, я, я. Значит так, иди сюда. Передай. Вот это? Первый подъезд, вторая квартира. Давай, дуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сам. А какой-то дядька просил вам передать. Э, а деньги ты же обещал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, слушаю тебя. Виталий Степаныч? Здрасте, это Саша. Вы мне тут работу предлагали. В общем, я согласен. Вот и молодец. Отправлю тебя в лучшую бригаду. Не пожалеешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, кто этот таинственный незнакомец. Доброе утро, Лера. Я, конечно, понимаю, что это не титановая монтировка, но я думал, тебе все равно приятно будет. Вообще, ты мне очень нравишься и... Паш, мне очень неприятно твоей знаки внимания, но цветы лучше девушкам дарить в руки. Хорошо. Вот, пожалуйста. Это тебе. Спасибо. Лера, мы можем с тобой куда-нибудь сегодня вечером сходить? Я хочу кое-что тебе сказать. Я подумаю. Хорошо. Ты думай столько, сколько тебе нужно. Я подожду. ЛЕГКАЯ МУЗЫКА ЛЕГКАЯ МУЗЫКА ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Сегодня я за штурмана. Не возражаешь? ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Куда едем, штурман? На восьмую опору. Ты знаешь, что таращится неприлично? Да это я так смотрю. Угадал с размером или нет? А-а-а. А ты не знаешь, какой размер у твоей жены? ЛЕГКАЯ МУЗЫКА А при чём здесь моя жена? А при том, что я ей твой подарочек и отправила. ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Зря ты так. Я думал, мы с тобой подружимся. Посидели бы вечерком. Я б тебе на гитаре потренькал. Ты знаешь, замечательная идея. Приходи вечерком. Что, серьёзно? Угу. Замёт она. ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Так, мужики, закрепляй обязательно. Испускаем текелаж. Опускай. Чем обязаны? Принимай, бригадир, пополнение. 26 лет. Чё, крепкий парень? Спортсмен. Ну, про опыт работы я спрашивать не буду. В армии служил? Пронесло. Понятно. Что это, знаешь? Что-то зажимать. Зажимают девок по углам. А это ключ. Разводной. Понял? Ну, а это что за штуковина? Ну, а это для чего? Я не понимаю тебя, Ковалёв. Ну, и медведя в цирке учат. А ты посмотри, какой парень. Горит желанием весь. Романтик. Ну, ты чё, не справишься с тобой, Володь? Давай учи, парня. И всё у тебя будет в бригаде. В полном составе и в ажуре. Давай. Давай, Сань. Скажи честно, ты высоты боишься? Чем выше, тем лучше. Ну, это хорошо. Сейчас посмотрим. Барахло брось. Надевай. Дайте ему блок, верёвку, каску. Егор, пойдёшь с ним? Давай, давай, салага. Смотри, не обделайся. СМЕХ Хорошо идёт. Для первого раза нормально. С чего остановился? Голова кружится. Сань, не волнуйся. Главное, не смотри вниз. Да не, всё, спёкся. Смотри, как жмётся. Прямо пору жалко. Ну, что это за лэпость? Сопля на проводе. Себя вспомни. А что я? Расслабь правую руку. Возьми карабин. Видишь, переборка рядом. Да. Застрахуйся. Сейчас. Хорошо, молодец. А сейчас ногу поднимай. Давай, давай. Не могу. Облака очень близко. Ну, и что? А вдруг я сорвусь? Да не бойся, не сорвёшься. А если карабин оборвётся? Да не оборвётся. Но если оборвётся, то за облака держись. Давай, давай, поднимайся. Давай аккуратно, не волнуйся. Вниз не смотри. Я и вверх-то смотреть боюсь. Нет, всё-таки не могу. Пропусти, салага. Покажу тебе мастер-класс. Отцепляй карабин и спускайся. Мужики, может, отойдём от греха подальше? Ну, теперь ты понял, что это не твоё, а? Тут реально опасно. Чего молчишь? Я лично против тебя ничего не имею. Ну, послушай совета, поищи себе другую работу. Я не могу другую. А я не хочу за тебя отвечать. Ну, назови хотя бы одну причину, по которой я должен тебя оставить. Мне идти некуда. Это не причина. Причина. Веская причина. Пусть остаётся. Под мою ответственность. Ай, Лукашин. Заметь, не я тебя за язык тянул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, наверное, не вовремя? Нет-нет, что ты. Проходи. Угу. Можно? Это... Вот. Вино. Ты пока здесь подготовься, а я в дождь сбегаю. Хорошо? Хорошо. Ну, тогда действуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да. Ты дверью не ошибся? А ты какого черта здесь делаешь? Ну, я-то понятно. А что, ты со своим веником приперся? Слышишь? Чего? А ну-ка, иди сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что вы там, мужики? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Может, я научусь не считать километры Жить в твоем городе незаметно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ядреный пень, полдня на шмарку паразиты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА